приветствую друзья на канале навальный life проходит регулярно прямые эфиры обычный проводил алексей навальный но вместо него сейчас проводят его сторонники я эти эфиры регулярно отсматриваю для того чтобы понимать как они строят свою риторику о чем они говорят и хотел бы вам показать те моменты которые показались мне интересны и посмотреть их вместе с вами если вам понравится это обязательно будем продолжать это делать на регулярной основе сегодня мы перешагнули рубеж 400000 но понятно что там какие-то пригожинские будут регистрируют но мы их постоянном бане поэтому там пару тысяч назад откатывается но все равно живых настоящих людей которые зарегистрировались которые готовы выходить на митинге их уже более 400 тысяч давайте мы посмотрим на эти цифры которые у них получилось собрать как он говорит что это все настоящие живые люди мы конечно же в этом не сомневаемся по-другому не может быть в первый день они собрали на эту акцию около 200 тысяч подписей казалось бы с такими темпами роста буквально еще пару дней и они точно соберут 500 тысяч подписей но не тут то было уже прошло более двух недель они не могут собрать эти 500 тысяч несчастных они кое-как собрали 400 тысяч подписей они заявляют что их миллионы но люди просто боятся под этим подписаться я сразу подумал что если мы найдем какую-то ситуацию аналогичную где также по призыву навального нужно было по чем-то подписаться но это не митинги то мы сможем посмотреть реальное количество людей которых поддерживают который готовы за них вписаться и сразу в голову пришла история с пятью шагами навального прямо сейчас выплатить каждому взрослому 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей на каждого ребенка если карантин продлится то еще по 10 тысяч каждому в мае и июне давайте посмотрим сколько подписи у них получилось собрать на сайте где была абсолютно аналогичная ситуация с регистрацией где не нужно было заверять свои официальные данные нужно было иметь всего лишь почту и все вот этот сайт пять шагов навального они всего лишь собрали пятьсот пятнадцать тысяч подписей вот вы видите что нужно всего лишь почта и указать пару данных которые могут не соответствовать действительности это никак не проверялось цифру 400 тысяч это еще довольно таки неплохая для них цифры им бы радоваться и насколько известно из материалов сми и насколько известно из-за рассказов тех людей которые которых травили новичком точно так же это это считано единицы но показания кроме цены там эти люди всегда были госпитализированы повторно невозможно из этой картины медицинской которые сейчас взять и выбросить то что он был отравлен новичком вот таким образом они пытаются объяснить почему алексею сейчас стало плохо что это как бы догоняют последствия отравления новичка и ссылаются на показания каких-то людей которые вот были отравлены новичком и выжили во первых было бы интересно что же это за люди какой самый популярный случай есть связан с новичком ну наверное дело скрипалей так вот для того чтобы нам сравнивать клиническую картину алексея и скрипалей нужно исходить из того что к ним было применено одинаковое вещество один и тот же новичок но не вы ли рассказывали о том то что это какой-то особый вид новичка был применен к алексею который абсолютно точно отличается от того что было у скрипалей люди которые приходили обследовать место они приходили специальных костюмах химзащиты там по-моему даже кто-то умер случай с алексеем абсолютно все наоборот они спокойненько перемещались по его номеру где они там нашли бутылку со следами новичка никто не пострадал кроме непосредственно алексея даже никто не испытал никаких проблем со здоровьем после того как контактировал с ним те же врачи которые с ним контактировали без всякой защиты тоже никаким образом не пострадали если это разные вещества тогда как можем отталкиваться от того что у них одинаковые последствия рассуждаем про здоровье алексея не потому что мы в этом классно разбираемся мы в этом не разбираемся нам что-то врачи об этом говорят которые не видели алексея не кажется ли то что наоборот это должно им дать сигнал что наверное не нужно обсуждать то чего вы не знаете и отталкиваясь от менее людей которые тоже ничего не знают по факту это происходит потому что у алексея нет доступа к врачам нормальным есть доступ какой-то врачище в и к который работает не за там 70 лет 70 лет колет людям диклофинак и все и другого способа лечения не знают ну врач нормально это видимо только тот врач которого пригласили вы которого хочется видеть алексей в данном случае так момента васильева офтальмолог сначала утверждалось в инстаграме что ему давали и буброфен но потом когда к нему пришли члену н.к. он у них попросил диклофинак когда ему прописали диклофинак он сказал что он не будет им лечиться на ряд новичка но лечили пару человек в мире и все эти врачи известны и vk2 не умеют лечить последствия новичка получается что и сотрудники шри ты не умеют лечить от новичка и вообще у них низкая квалификации как можем доверять потому что они отпустили алексея с лечения но они же должны были знать что от новичка должны быть еще потом последствия и что людей повторно госпитализируют там эти люди всегда были госпитализированы повторно во всех нормальных странах если ты осужден даже кто нибудь допустим осужден за настоящее преступление но это не значит что в приговоре у него должно быть написано лишить медицинской помощи и подвергнуть пыткам такого быть не должно я вижу прям как в приговоре написано лишить алексея медицинской помощи и подвергут пытками то есть так она и написано самое интересное что они потом в эфире обсуждают дальше давайте послушаем его возили действительно какой-то там областную больницу делали мрт да кстати если вы слышите о том что алексей перевели в медсанчасть и это вам кажется каким-то важным событием того что но сейчас то может быть какие-то доктора появятся там возможно мы что-то все таки окажут какой-то необходимую помощь вы тоже выбрасываете абсолютно все эти мысли. Вы только не пускайте эти грязные мысли в голову, выкиньте их из головы, Алексея не лечили. Нет, ни в коем случае. При этом сама говорит о том, что его возили на МРТ. И на МРТ его возили в городскую больницу. В больницу, где лечится обычный граждан, где есть оборудование, где ему прописали лечение, от которого он отказался. То, что его положили в медсанчасть, когда у него поднялась температура. Как это получается, как это вообще сходится с тем, что вы утверждаете, что его не лечат? Вот я не понимаю, под словом лечить, что вы вообще подразумеваете? Когда в последний раз кто-то был у Навального и как у Навального дела? К Навальному адвокату ходят каждый рабочий день, то есть 5 дней в неделю. Вот вчера мы были с Ольгой Михайловой у него. Собственно говоря, с ним увиделись, поговорили. Встреча у нас была где-то с 3 часов до 5. Откровенные пытки, даже не поспоришь с этим. Дальше они начали рассказывать про сюжет ВГТРК, где они показывали колонию, где находится Навальный. Я думаю, многие из вас видели этот сюжет. Как они сорвались на Бутину. Большое эфирное время посвятили именно личности Марии Бутиной. Об этом рассказывал Певчих. И видно, что Певчих прям личная неприязнь к ней. Давайте я просто в перемотке покажу, потому что это занимало 30 минут из 3-х часового эфира. На самом деле я не хочу много времени посвящать этой неприятной личности, но давайте быстро, Жор, с тобой пробежимся по моему царь-трэду. Потом в эфир вырывается Люба Соболь. На днях ей смягчили меру пресечения в связи с уголовным делом, и у нее появилась возможность выходить и рассказывать всем о том, какая она жертва режима и как она идет в кандидатки в депутатки. Но, к сожалению, большая часть того, что она говорила, было примерно в таком виде. Забавно, потому что они регулярно подмечают какие-то косяки в эфирах, в действиях власти, говоря, что вот смотрите, они даже это нормально сделать не могут, поэтому как они вообще могут страной управлять. Ну и, соответственно, к ним такая же претензия, как вы можете управлять страной, вообще хотите ее управлять, если вы не можете даже провести нормальный эфир и объяснить Любе Соболь дистанционно, то, что она шеей упирается в микрофон и ничего не слышно. Они это никак не исправили, то есть на протяжении всего ее разговора она регулярно утыкалась вот так в микрофон шеей, и мы слушали бубнение. Я считаю, что говорить правду легко и приятно, и, знаете, я как юрист ее люблю, въедливо все ко всему относится. Вот у меня материал одеялом и уголовный, один дом из четырех. Не забываем, Люба Соболь, она юрист, и она очень дотошный и кропотливый человек. И сейчас она будет нам рассказывать про уголовное дело, которое как раз таки связано с тем, как она врывалась в чужую квартиру. И давайте послушаем, что же она нам расскажет, наверное, правду, которую ей так легко говорить. Какие показания дает Субботина? Я сказала ей фразу, ну поговорите, подразумевая, что она меня достала и пусть делает, что хочет, но без моего участия, после чего сразу направила себя домой. Те, кто видели ролик про Соболь, прекрасно помнит этот момент. Теперь давайте посмотрим, как юрист Соболь видит этот момент для себя. Что она, по сути, давала мне разрешение. Она сказала мне фразу, ну поговорите, подразумевая, что она меня достала и пусть делает, что хочет. Либо вы определитесь, либо я незаконно проникала в квартиру отравителя Навального, либо мне сказали, пусть делает, что хочет, ну поговорите. Соболь реально фразу ну поговорите пытается преподнести как факт то, что ее пригласили в квартиру. На протяжении всего ролика эта женщина говорила выйдите из квартиры, не давала ей проходить, была против того, что делает Соболь. Можно я посмотрю, я сидеть на утомлении? Новых. Покажите, я уйду тогда, не буду вас беспокоить. Женщина, вы что? Выходите. Я на самом деле не удивлюсь, если их поставят перед фактом этого ролика в каком-нибудь прямом эфире. Они начнут рассказывать, что это все постанова и монтаж, что на самом деле это не Люба Соболь. При этом сама она путается. Она нам рассказывает о том, что якобы я к ней применяла насилие, потому что я хватала ее за руку. Но в других показаниях, в этих же материалах, в голове дело, что в одной руке у меня был большой пакет, бутылка с водой, а в другой же телефон, который я снимал в видеокамеру. Сама говорит потерпевшая Суботина, теща Кудрявцева. Ну как, вот какой я рукой ее хватала? Третья рука у меня, что ли, в этот момент выросла, которой я еще ее хватала? Там, или чем? Если отвечать на вопрос, с какой же рукой Соболь могла толкнуть Суботину, ну, наверное, той же самой, которой она успешно открывала двери в чужой квартире, когда вломилась с нее. Как на этих кадрах. Выходите. Можете посмотреть? Я считаю, что говорить правду легко и приятно. Действительно, видимо, третья рука все-таки у Соболь выросла. Мне кажется, что из того, что ты рассказала, абсолютно очевидно, что они бы слепили против тебя, делая из чего угодно. Ты сделала то, что должны были сделать все уважающие журналисты себя, уважающие себя журналисты в России. Я считаю, что Соболь нужно вообще дать пистолет, наручники, и чтобы она бегала по городу, и как частный детектив искала преступника, останавливала машины, досматривала их, проверяла, искала того, кто отравил Алексея Навального. Почему бы и нет? Сейчас Любу допускают к выборам в Государственную Думу, Любу эту Государственную Думу разносит в пух и прах, потому что она самая медийная, самая узнаваемая, и вот у нее такое портфолио. Да не поспоришь как-то, вот с кем бы не общался из знакомых, спрашиваешь, за кого бы ты проголосовал в Государственную Думу, и все в один голос говорят Любу Соболь. Да, я ни разу не пожалела о том, что я сделал такой смелый поступок, и я понимаю, что приговор будет обвинительный в понедельник каким-то образом, но я, вернись назад, сделала бы ровно все то же самое. Соболь это потенциальная рецидивистка, которая готова повторно совершить то нарушение, которое она сделала, когда вломилась чужую квартиру. Ну и, конечно же, она прекрасно понимает, что у нее нет возможности отвертеться от того, что произошло, и поэтому она изначально строит такую вот позицию, что, ну вот у нас, понимаете, у нас суды плохие, поэтому меня по-любому осудят. Кто-то отправил 200 рублей, чтобы сказать, вы супер-классная Мария. Спасибо. Когда-нибудь кто-нибудь платил 200 рублей, чтобы сказать, что ты супер-классная. Опасная тема. Нет, я же не Мария Бутина. Если вам понравился данный ролик, обзор этих прямых эфиров, обязательно напишите свой комментарий, поставьте лайк, это помогает развиваться каналу, и подписывайтесь на канал. Также не забывайте, что есть спонсорская подписка, это возможность материально поддержать мой канал и трудиться для вас. Спасибо и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова